Хотела бы также поблагодарить помощника генерального секретаря госпожу Марту Поби и исполнительного секретаря совместных сил Сахельской пятерки Эрика Тиаре за их брифинги. Внимательно выслушали госпожу Айсату Диуф. Терроризм является одной из острейших панафриканских проблем. Наиболее сложная ситуация с точки зрения террористической угрозы складывается в Сахаро-Сахельском регионе. Ее дальнейшую деградацию подпитывает подрывная деятельность многочисленных экстремистских формирований на фоне сохраняющихся кризисных проявлений внутриполитического и социально-экономического характера в государствах региона. Закрепившийся в Сахаро-Сахеле террористический интернационал наращивает свои действия, расширяет их географию, что напрямую угрожает прибрежным странам Гвинейского залива. Эпицентром напряженности остаются приграничные районы Мали, Буркина-Фасой и Нигера. В этом треугольнике фиксируется высокая активность боевиков исламского государства в Большой Сахаре и группы поддержки ислама и мусульман. Наиболее серьезные проблемы наблюдаются в малийском регионе Минака, где экстремисты ведут борьбу за контроль над транспортными артериями. Важно, что государства региона продолжают сотрудничество в области безопасности. 24 марта о подключении к проведению антирористических рейдов совместно с малийцами объявил Нигер, который задействует свои подразделения специального назначения против ИГБС в районе Хамарата. К боям также подключаются группировки подписантов Алжирского мирного соглашения. Мы видим, что ситуация в других странах региона также очень серьезная. Деятельность ячеек Бока-Харам и особенно исламского государства в Западной Африке усугубляет тревожное положение. Крайне нестабильными остаются ситуации в Буркина-Фасо и Чаде. В этой связи стоит напомнить, что нынешний высокий уровень угроз безопасности и стабильности в Сахаро-Сахеле является прямым следствием силового вмешательства западных стран в Ливию в 2011 году и последующего распада ливийской государственности. Не принесли никакого успеха и французские попытки стабилизировать Сахель. Более того, террористические угрозы только возросли. Не удивлены в этой связи, что в выступлениях представителей Франции звучит обида. При неспособности наладить в регионе дела, потере постколониальных позиций, единственный путь – это перекладывать на кого-нибудь ответственность. Настойчивые односторонние действия Парижа по смене неугодного ему режима в Бамако продолжают наносить существенный урон коллективным африканским усилиям по достижению стабильности в Сахаро-Сахеле. В последнем докладе генсекретаря, с которым мы все внимательно ознакомились, фигурируют данные о решении Европейской комиссии прекратить финансирование, на которое миссия ООН по стабилизации в Мали оказывала совместным силам логистическую оперативную поддержку. Понимаем мотивы выхода Мали из Сахельской пятерки и ее совместных сил, в результате чего политический и военный потенциал объединения существенно снижен. В этих условиях требуется глубокая трансформация подхода к организации сотрудничества в контртеррористической области, чего мы пока не наблюдаем. Убеждены, что главная роль в поддержании мира и безопасности в Сахаро-Сахеле должна принадлежать самим государствам региона при оказании действенной помощи со стороны международного сообщества. При этом важно отметить, что международная помощь, оказываемая государством Сахеля, должна основываться на принципе невмешательства во внутренние дела, уважения национального суверенитета и принципа африканским проблемам африканские решения. Государства Сахеля должны не на словах, а на деле обладать полным контролем за принятием решений в борьбе с террористами, поскольку ситуация в области безопасности имеет приоритетное значение для всех сахельских столиц. Когда есть террористическая угроза, на нее есть очевидный военный ответ, требующий быстрой реакции. Если наиболее эффективна двусторонняя договоренность между вооруженными силами стран, то она может быть только поддержана. В такой ситуации все политические и тем более геополитические соображения отходят на второй план. Заслуживает поддержки настрой ведущих объединений Афросоюза и ЭКОВАЗ подключиться к решению задач по борьбе с террористической угрозой в Сахаро-Сахеле. Важно скорее перейти от слов к делу. Этим целем служит решение саммита ЭКОВАЗ в Абудже 4 декабря 2022 года относительно ускоренного аккумулирования 1 млрд долларов США на цели реализации плана действий сообщества на 2020-2024 года по борьбе с терроризмом. Укрепление координации между действующими в регионах структурами по поддержанию мира и стабильности – абсолютный приоритет. Россия будет и далее конструктивно участвовать, в том числе в качестве постоянного члена Совета безопасности, в коллективных усилиях по обеспечению безопасности в Сахаро-Сахельском регионе. Продолжит оказание поддержки государствам региона на двусторонней основе, включая повышение боеспособности вооруженных сил, подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также предоставление гуманитарного содействия. Все это взаимодействие абсолютно законно и приветствуется странами региона. Вместе с тем не удивлены очередными попытками очернить нашу помощь Мали и другим странам континента. Более того, складывается впечатление, что это теперь главная тема для американских выступлений в Совете безопасности, а также любимая тема так называемых свободных американских СМИ. Сожалеем вместе с тем, что под удар попадают африканские государства, в том числе Мали, которая сейчас противостоит таким серьезным вызовам во всех сферах, прежде всего в области безопасности. К сожалению, западными государствами сейчас задействуются все возможные рычаги, и в том числе, что очень прискорбно, рычаги ООН. В этом смысле оцениваем опубликованный доклад УВКПЧ по событиям в Муре в марте 2022 года как очередную политически мотивированную попытку дискредитировать малийские усилия в борьбе с экстремизмом. Создается впечатление, что УВКПЧ вместо того, чтобы в прямом взаимодействии с правительством Мали в объективной и беспристрастной манере установить обстоятельства, произошедшего в Муре, послушно пошло на поводу ряда стран, которые потребовали результатов здесь и сейчас. Это, безусловно, сказывается на проведенном управлении расследования по установлению фактов, которое основывается на показаниях неназванных свидетелей и пресловутом критерии отсутствия обоснованного сомнения. Не говоря уже о том, что физически Муру никто из готовивших доклад специалистов не посещал. Прошу коллег внимательно ознакомиться с официальным комментарием правительства Мали в отношении доклада по событиям в Муре. Призываю проявить уважение к малийцам и дождаться результатов их национального расследования. Мы же продолжим оказывать Бамако содействие, которое никогда не будет вмешиваться во внутренние дела страны. Я благодарю за внимание.